Вот такая конструкция называется ориентированный граф. В ней есть вершины, буквы, А, Б, В, Г, Д и так далее, и ребра, стрелочки. В отличие от обычного графа, здесь ребра направлены, то есть у них есть направление. Это значит, что это дорога с односторонним движением, по которой можно двигаться только в одну сторону. Или это какие-нибудь, допустим, трубы, по которым катится нефть, вот так вот, и они тоже в одну сторону все направлены, соответственно, это односторонняя штука. Давайте решим задачу о поиске количества путей из вершины А в вершину О. Напоминаю, путь это последовательность вершин и ребер, так что по ним можно двигаться. Как посчитать количество путей на такой огромной страшной картинке? Вариант номер один. Пальцем. Берешь палец и начинаешь считать. Раз, два, запутался. Так, три. В общем, слишком сложно. Непонятно, как уследить за всем тем, сколько вообще, какие вообще маршруты, какие ты считал, какие ты не считал. Как это сделать? Есть очень хитрый динамический ход. Почему я говорю динамический? Слово динамика вообще означает пошаговость. Пошаговость. Это значит, что ты решаешь задачу не сразу от вершины А до вершины О, а сначала потихоньку для начальных вершин, потом чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше. И в конце концов доходишь до вершины О. Что я имею в виду? Я предлагаю посчитать количество путей от вершины А до любой другой вершины. Сколько существует маршрутов, начинающихся в вершине А и заканчивающихся в вершине А? А. Один единственный маршрут. Сидишь на месте, не двигаешься, никуда не ходишь, получился один маршрут. Напишем около А единичку. Сколько существует маршрутов из А в Б? Ну это интуитивно, понятно. Визуально просто смотришь на граф, на ориентированный граф и понимаешь. Один единственный маршрут, правда? Сколько в вершину В? Ну как вообще? Один тоже никак по-другому не дойти, только АВ напрямую. Сколько маршрутов существует в вершину Г? Ну тоже один, сразу видно. Передавайте посмотрим, сколько существует путей из вершины А в вершину Д. Вот это уже поинтереснее. В вершину Д существует две входящие стрелочки. Одна из В, другая из В. Мы понимаем, что один маршрут АВД, а другой маршрут АВД. Таким образом я могу сюда подписать двоечку, что означает два маршрута закончатся в Д. Если начать в А и пустить во все стороны путешественников, то два из них смогут дойти до вершины Д и встретиться там, правда? Сколько существует маршрутов в вершину Ж? То же самое. АВЖ, АГЖ. То есть два. Сколько существует маршрутов в вершину З? Один единственный маршрут. АГЗ, правда? Сколько существует маршрутов в вершину Е? Только АВЕ, потому что одна стрелочка заходит, и до вершины В добраться тоже только один способ. А вот дальше пошло что-то поинтереснее. Как посчитать количество маршрутов в вершину К? Вроде бы уже достаточно много заполнено. Ответ будет 1 плюс 2 плюс 1. Четыре. Надо просто сложить цифры в предыдущих вершинах. Почему? Потому что, смотри, сколько путей существует в вершину К? Один маршрут придет через Е. Потому что один маршрут дойдет до Е. АВЕ, К. Еще два маршрута пройдет через вершину Ж. АВЖ, К. АГЖ, К. Это те самые два маршрута, которые написаны в вершине Ж. Еще один придет через вершину З. Всего добраться в К существует 4 способа. Один отсюда, два отсюда и один отсюда. Динамика. На каждом следующем шаге нам всего лишь нужно просто сложить циферки из предыдущих вершин. И вроде бы ничего сложного, но сама идея, она же просто гениальна. Понимаете? Мы вместо того, чтобы считать все маршруты от А до О, считаем их по чуть-чуть. По одному. По каждому. Вот, например, в И я просто 2 плюс 1 напишу. Получится 3. Например, в М существует 3 плюс 4, 7 маршрутов. Давайте еще раз для понимания перечислим, что это за 7 маршрутов. Как их перечислить? 3 маршрута через И, 4 маршрута через К. Давайте найдем все 3 маршрута через И. Один из них вот. А, В, Е и М. И еще 2 из них пройдут через Д. А, В, Д и М. А, В, Д и М. Я нашел 3 маршрута через И, которые заканчиваются здесь. Теперь 4 маршрута через К. Мы уже знаем, что это за 4 маршрута. Мы уже только что их перечисляли. Я только что перечислил 7 маршрутов, которые заканчиваются в вершине М. В вершину Н пойдут эти 4 маршрута напрямую. Любой маршрут, заканчивающийся в К, можно продлить ребром КН. В Л идет 3 маршрута вот отсюда. И, наконец, в О идет 3 маршрута отсюда, 7 маршрутов отсюда, 4 маршрута отсюда. Таким образом, в вершину О придет 3 плюс 7 плюс 4, 14 маршрутов. Ответ на данную задачу 14. Вот так можно в любом ориентированном графе, где есть какой-то старт, какой-то финиш, посчитать количество путей от старта до финиша. Просто проставляем циферки слева направо по правилу сложения предыдущих цифр, из которых можно добраться до этой вершины. Еще раз мы таким образом считаем для каждой вершины количество путей, которое ведет из А в эту вершину. Значит, 14 это количество путей из А в О. Ровно то, что мы и хотели посчитать. Задача прекрасно иллюстрирует идею динамики, пошагового вычисления чего-то для всех вершин, всех точек, всех значений, для того, чтобы найти одну финальную циферку для О. Это очень прикольно, да? Вместо того, чтобы считать сразу для всего графа, мы посчитали потихоньку для каждой вершины этого графа. Запомни это, нам пригодится идея динамики в будущем. Увидимся с тобой на следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА